Девушки отдыхают Абрикос миндальный Самое смешное, я еще ни одного плода не получил Так вот, обратите внимание Он как бы поздний Он еще, несмотря на 8 октября Сейчас поймите, куда я клоню И не думает даже сбрасывать листья Теперь быстренько две крайности Вот одна Вот это персиковый абрикос Измельчал Смотреть на плоды Смотреть на них жутко Я ждал 150 граммов И получил 30-40 граммов Заметьте, я вначале Вот это дерево И еще один персиковый абрикос Я вначале думал, что они у меня заболели И собираются помирать Нет Это европейцы Им пора Им пора И что получается? Одна крайность Так? Вторая крайность Миндальный От кого? Я уже сколько раз обращался через интернет Ну ради бога Ну скажите мне Кто мне прислал? Что от него ждать? 20 граммов плоды Или 120 граммов Абрикос миндальный И так мы видим Совершенно здоровое дерево Которое Пока еще для него лето Серединка на половинку Смотрите сюда Вот Что там у нас написано? Это мы с вами бирки вешали Я так Я так не запоминаю Вот на миндальном Абсолютно чистый лист Так вот смотрите Здесь написано Персиковый номер 2 То есть Еще один персиковый абрикос Не плодоносится Но с другого места Ладно Смотрим Итак Здесь Казалось бы Месяц назад Листья были абсолютно чистые Я к вопросу Жрет Парша Монелиоз И прочие эти Грибковые заболевания Или не жрет Казалось бы Жрет Казалось бы Надо с ней бороться Но Елена Александровна Самое главное Заметьте Начинается осень Я показал крайний Вон он Те желтые Где уже желтые листья Пришла пора Листьям Жухнуть Ну как сказать Прямо скажу Портиться И у них Вот смотрите Сюда Давайте Разглядим Один лист Вот этот Хотя бы У них Это первый этап Вначале Они были Вот такие Чистенькие Как пример И они были Абсолютно Такие же Помните Мы ходили Я говорил Не найдем Ни одной Поршинки Было Смотрите Он Пришла пора У него Осень У него Меньше Тепла У него Начинается Процесс И тогда У него Портится Лист И появляются Первые Мертвые Участки Участки Ну Начиная Наверное С отдельных Клеток Да Потом Группа Клеток Там И они Начинают И вот только Испорченный Лист Начинает Вот дальше Смотрим Сюда Смотрите Уже Испорченный Лист Наступает Теперь Время Это Время Грибов Это Грибы Вот они Это Есть И Только Это Процесс Естественный Самое Главное Это Я Говорю В вашем Листе Всем Всем Это Естественный Процесс Пришла Пора Вот Кто-то Скажет Срочно Я до Химиката И начинаю Прискать Спокойно Доживет Свой Век То есть Этот Год Упадет Вот они И Все Дальше Смотрим Что Происходит Дальше Тот Кто Калечит Деревья Добивается Того Что Листья Начинают Жухнуть В середине Лета Видят Плесень Смотрят Под Микроскопом Дают Ей Название Вы знаете Вы Наверное Больше Меня Знаете Этих Названий Я Не могу Запомнить Я Монелес Несколько лет Запоминал Слово И сейчас По-моему Неправильно Произношу Вот Чтобы не Выглядеть Дураком Да И Видят Под Микроскопом Караул Он у Лисы Жрет Вот Это Страшнейшая Ошибка Страшно Невероятно Отсюда Пошло Вот Это Заблуждение И Миллионы Миллиарды Попыток Бороться Они Безуспешные Но люди Когда Прискивают Думают Что борются Все Книги Забиты Этим Вот Это Хочу Сказать Ошибка Страшная Ошибка Которая Привела К тому Что На генетическом Уровне Вспомните Мои Последние Вебинары На генетическом Уровне Собрались Уничтожать Опят Опят Вот так Ну ладно Я уже Выговорился Сто раз На эту тему Значит И еще Раз уж мы стоим Посмотрим Полюбуемся Встаньте Вон туда Просьба Чтобы показать Что такое За три года И шесть месяцев И пять месяцев Выросло такое чудо Из косточки Вот Вы у нас Девушка Не самая мелкая Вот Я показываю Один рост Второй рост Так Три ваших роста Сейчас я подальше Отойду Вот если туда встать Вон туда Поглубже Вот Три ваших роста Ну без одной головы Шутка Чему я говорю Значит Это мощный рост Это абсолютно здоровые деревья А теперь представьте себе Что кто-то сказал Караул на них появилась Это Парша И давай Опрыскивать Вот этого делать Не надо Никогда нельзя Пришла пора Увидание И что еще Хотел показать Вспоминайте Сейчас Они все В течение лета Были абсолютно Без единого грибочка Вспомнили? А сейчас пришла пора Вот Все Грибы Начинают работу Еще на листьях Потом они упадут И продолжат свою работу Гумусы Мы обязаны Ну Кому? Только листовому опаду Правильно А больше Чему еще? И бороться С грибами Это величайший губ Теперь смотрим Вот это вот Косилось Четыре раза За лето Вот она Вот это вот Оно остается на месте Это второй Источек гумуса Но его делаем мы сами То есть Я считаю Что это благо Когда мы делаем Нескопокосов Так Скосили Освободили место Снова для травы Снова До колена Снова скосили Четыре Покоса у меня Например Этем году Так И Вся эта трава Поступает на службу Грибам Это еда Опять для этих грибов Которая уже находится В почве И там Где им положено быть И С тех пор Когда я Здесь Ничего Никогда Не удобрялось Вот эти вот Пойдемте сюда На это Мы полюбовались Уже Это у нас Этот самый С Херсонской области Абрикос Персиковый Правда Вкусный Все Ну мелкий Разочаровал Ну ладно Все-все Не буду о плохом О грустном Вот они Вот тут Фаина Вот тут Королевский Серафим Видно меня А уже по-моему Не видно Вот Посадка Однолетними В Вон она Высота Посадка Однолетними В 2015 Году Вот Это я к тому Что деревья Настолько мощные Питание находят Сами У них мощнейший Аппарат Который Корневой аппарат Так Вот Никаких подкормок Все Возьмут из почвы Почва бедная Будет больше корней Почва еще беднее Еще больше корней Выкормится И Наконец Здесь мы тоже Не нашли Ни одного Грибочка Так Вот Ну что Заканчивайте Эту тему Что я Сам Что я мог Забыть сказать Что я мог Забыть сказать Давайте Так Пойдемте Я вас буду Угощать Забыть